Привет, зритель! Сейчас тебя ждет маленький обзор очередного заказа с Азон. Полезного! Сегодня пришел, сегодня забрала, но ездила на автобусе, ибо было ветрено, мокрое вообще. Пакетик, в нем большой, коробочка, если вдруг что, у меня фоном стиралка там стирает ванной. С другой стороны фоном дождик барабанит в балкон. В стакане у меня маття фирмы Joy, ту, что недавно обозревала, тоже вот буквально вчера забрала этот заказ с Азона. Сегодня смонтировала и выложила. Большая коробочка. И в коробочке ничего, на самом деле только одна вещь. Я ж тут страдала. Хунжут обычно в Ашане бывает на развес, что-то не было. У чувака, который продает всякие-всякие специи, арах и прочую такую крупу, под название. Раньше не назывались миндаль, сейчас я не помню как они называются, но на чеке обычно миндаль печатается, когда оплачиваешь картой. Сбербанковской можно и другое оплачивать. Ну, короче, когда чек тебе выдается. И еще такая фигня, да, еще и в истории Сбербанковой вылезает, что я оплатила что-то там в мандаль. У него этот кунжут ложечкой 25 грамм, фу, 25 рублей столовая ложечка. Ну, невыгодно. Купила я какой-то кунжут в Ашане. Раньше он нормальный был, тут один раз попался не очень. Нормальный потом в пустых пакетиках он будет. Я постараюсь на неделе этим заняться, записыванием частями этого пакетика. Короче, кунжута мне надо было, кунжута мне надо было, такая бяда, печаль, я из кунжута делаю халу. Виноградный сахар, кунжут вместе бодяжите, мешаете, трете там, мельчешите. Трамбуйте, вот вам счастье, можно и кунжутного масла добавить, если оно есть, у меня сейчас уже его нету. Можно подсолнечного нерафинированного, то, которое называют вонючее масло, добавить. Будет вам счастье. Можно не добавлять, можно смешать с медом. Ну, мне понравилась вот этот вариант с виноградным сахаром. Короче, что я тут все-таки чудо не показываю? Что-то он как-то... Короче, у меня были 200 баллов на Озон. Была какая-то деньга, 80 с чем-то рублей валялась на карте Озон, клиентская, я туда еще докинула. Сам он стоил 400 чем-то. Ну, а обошелся мне подешевле. Ну, скажем так, он и так-то был по скидке. Сейчас я гляну, сколько тут он стоит. Стоил. Загрузить давай, животное. Загрузить, загрузить. Так, купленные товары, наверное, надо. Сначала новые. Знала бы, что ты так будешь тормозить, зашла бы в другой раздел. Зайду-ка я в другой раздел. Он что-то думает долго. Сегодня я как раз сегодня покупала. Ну, тормоз на каникулах. Вот же тормоз на каникулах. Вот он. Причем заказывала я это еще до того, как заказала чай, там, со склада ловца, а не со Озона. Что-то тут оно, видать, подорожало. Потому что сейчас оно стоит 522 рубля. Я-то платила меньше. Это сколько я платила? Короче, мне сначала... Сначала он стоил 474 рубля. Скидка как бы. Сейчас скидка чуть меньше. Я платила 200 рублей баллами Озон. И 274 рубля я платила рублями. Ну, деньгами. 274 рубля для меня стоила вот эта вот штука. Полтора килограмма кунжута. Кунжут белый. Состав. Кунжутное семя белое. Условия хранения хранить при температуре от плюс 5 до плюс 20. При относительной влажности не более 75%. Срок годности 36 месяцев. Сделано 7.06.20 года. Полтора года живет он. Ну, в смысле, полтора килограмма и три года живет. Хобби Хелпер. Мне вообще это Озон сам подкинул. Типа, вот возможно вас заинтересует. Говорит мне Озон. В приложении на телефон. Ведроид мой. Кто он у меня сейчас там? Хуэвэевский ведроид. Короче, и я так это вау. Я еще перед этим смотрела. Короче, кунжут килограмм. Думаю, килограмм, килограмм, килограмм. Такая то цена. И тут понимаю, что полтора килограмма по той сумме, что она сейчас продается, это вообще находка. И отзывы на него отличные. Ну, я себе купила. Думаю, что я буду страдать искать кунжут. По 10 грамм продают. Там по 150 грамм. 75 рублей в Ашане в этот раз неудачная упаковка была. На развес он очень редко по ходу дела бывает. Страдать, страдать. Если можно купить. И, в общем, я купила. Люди, а вы что делаете из кунжута? Вот, вообще, как бы у меня есть. Пару столовых ложек я тогда купила у этого товарища из миндаля. Черного кунжута. Знала бы, что это за гадость. Не купила бы ни в жизнь. Я его в салат иногда кидаю. Он какой-то горький такой. Ну, вообще, я им не проникла с этим черным кунжутом. И знать про него не знала до того, как увидела. Ну, пока не увидела, не узнала. На белый, как бы, ну, и в салатики можно кидать. И в кашки можно кидать. Но больше всего мне понравилось сделать кунжутную халву. Она еще, как бы, так хорошо на мой организм влияет. Особенно, если вы хотите похудеть и любите сладкое, то кунжутная халва вам в помощь. Я не знаю, как бы вам так намекнуть, чтобы до вас дошло, что она не только сладкая. И как бы восполняют хотение сладости. Но еще и хорошо влияет на желудочно-кишечный теракт. Короче, жду в комментах хоть какой-нибудь мяк на тему или не в тему можете написать. Любля, когда собер? Или типа того. Но еще больше жду каких-нибудь там мыслей по поводу кунжута. Ну, что вы вообще, зрители, делаете из кунжута? Мимо проходящие зрители, подписчики. Вообще так мимо шел, увидел. Вау, какая-то Лёля терешит про какой-то кунжут, держа полтава килограмма на одной руке. Левой. Это как бы... Дайте знать в комменты. Может, я чего-то не знаю, так меня заинтересует. Я, может, как бы и сама приготовлю. Ну, а на этом я с вами прощаюсь. И, наверное, пойду ваять себе халву. Пофиг, что почти 12 ночи. Ну, халва, она вообще быстро делается. Может, сейчас у меня как бы блендер стационарный, свободен от всяких смузи. Всем спасибо за просмотр! Пока!